Ну что, добрый вечер. Сейчас попытаемся выйти прямой эфир. По-моему, качество оставляет желать лучшего. И тем не менее. Всем большой привет, кто будет заходить прямой эфир. Всем доброго вечера. Всем, кто будет делиться моим эфиром. Добрый вечер, друзья. Сегодня днем был анонс, во время которого я говорил о том, что мы сегодня будем говорить на очень важную тему. Это тема предложения Грузии создать платформу Армения, Азербайджан, Грузия для того, чтобы находить общий знаменатель втроем. Прежде давайте дождемся, пока наши подписчики будут заходить в прямой эфир, для того, чтобы она стала побольше. Я смотрю, у нас есть какие-то сбои в эфире. Привет всем. Друзья, скажу, что у нас есть сбои. И сколько человек вы видите в эфире, скажите? У меня потому что какой-то сбой. Ну что, я вижу, что есть сбои, друзья. Сколько человек вы видите в эфире? Вот у вас на экране сколько? 60. Хорошо. У нас идет какой-то сбой, но надеюсь, что сейчас все исправится. Здоровья, Гованесс. Как я сказал, что не забуду обязательно тебя набрать. Что, друзья, давайте тогда делиться эфиром. Мы начинаем наш эфир. Он очень важный для всех, кто следит за событиями в Закавказье, для всех, кто сегодня думает, что нас ждет в плане взаимоотношений Грузии, Армении, Азербайджана. Среди моих подписчиков есть также люди из соседних стран, из Грузии, из Азербайджана в частности. Поэтому в сегодняшнем эфире, каждый может оставлять свои комментарии. Я отдаю на это разрешение. Те, кто будут нарушать зубординацию или оскорблять кого-то, будут моментально заблокированы. Итак, еще раз призываю всех наших подписчиков поделиться. То есть нажмите кнопку поделиться, чтобы те наши подписчики, которые на русской странице, тоже могли увидеть этот эфир. Друзья мои, конечно, скажу, что прежде, чем мы начнем говорить на важную тему, скажу, что говорить правду очень тяжело. Правду ненавидят, правду люди не принимают. Когда ты говоришь правду, у многих людей это может вызвать отторжение, потому что многие люди уже придумали для себя тот мир, в котором им удобно жить, и они живут в этом мире. Соответственно, здесь есть и большое количество провокаторов, и циников, и агентов, и шпионов, и тех, кто нас ссорит. Но сегодня я хочу просто, чтобы мы поговорили именно о предложении Грузии, потому что я сделал опрос в Инстаграме, и я сделал сегодня опрос в Телеграм-канале, и вопрос был следующим. Как считают наши подписчики, братья и сестры армяне? Может ли Грузия, которая, еще раз напомню, предложила встречаться без Турции, без России, без Америки, может ли Грузия, собственно говоря, помирить, во-первых, Азербайджан и Армению, и может ли она действительно претендовать на роль арбитра вообще в этом армяне-азербайне? Большое всем, кто пишет добрые слова. Спасибо всем, кто делится эфиром. Итак, может ли Грузия претендовать на эту роль? И, собственно говоря, еще раз напомню, что Грузия предложила, чтобы Армения, Азербайджан и Грузия без каких-либо посторонних стран решали вопросы, которые стоят перед Закавказьем. Итак, половина армян ответила, что да, Грузия может, половина армян в наших опросах ответила, что не может. И здесь, конечно, возникает вопрос, те люди, которые относятся с недоверием к самому Закавказью, как они видят наше будущее, будущее армянского, азербайджанского и грузинского народов, потому что на самом деле живут в Грузии Армении и Азербайджане, грузины, армяне и азербайджанцы здесь не живут. Да, большинство словно, китайцы, корейцы или японцы. Соответственно, судьба Закавказья должна интересовать народы Закавказья. И если отдельно взятый народ или представители народа считают, что закавказские народы не настолько мудры, чтобы вместе сесть за стол и решить вопрос, то, конечно, было бы интересно, почему. Итак, вот здесь тоже кто-то оставляет комментарий, например, кто-то пишет, что у Грузии нету рычагов. Хорошо, очень хороший аргумент такой, что у Грузии нету рычагов. Только ли эта причина является для вас поводом написать, что Грузия не может все-таки примирить Азербайджан, Армению и Азербайджан? Или у вас есть какие-то другие причины тоже? Если да, то, пожалуйста, напишите, какие еще причины вы считаете, какие еще аргументы вы считаете, можно привести для того, чтобы убедить, что Грузия не может примирить Азербайджан и Армению. Что касается теперь Грузии, о которой я хотел бы, чтобы мы поговорили. Хочу напомнить, что Грузия является многонациональной страной. В Грузии живет достаточно большое количество азербайджанцев. В районе Марнеули в Грузии живет очень много достаточно армян, хотя их количество там уменьшается в районе Джавахети, да? В частности, Ахалкалаки, Ахалцихи. Ну вот вы написали, что, Ром, у Грузии свои планы. Армен, а у Армении не свои планы? Или что? То, Грузии должны быть какие планы? Планы Армении? То есть, вот, мне на самом деле интересно, когда кто-то из армян или армянок пишет, что у Грузии свои планы. А у Армении какие планы? Армянские планы? Одно точно, Россия не позволит мирного сосуществования в Закавказье, потому что только война позволяет России оставаться в этом регионе. Я хочу особо подметить, что на протяжении 32 лет, пока идет Азербайджано-Армянский конфликт, я хочу обратить внимание всех наших подписчиков на очень важный нюанс. Если действительно Россия хочет помирить армян и азербайджанцев, речь идет именно о правительстве, о властях России, почему на российских телеканалах, которые смотрят большое количество и армянской диаспоры, и азербайджанской диаспоры, мы видим очень много передач о том, что армяне и азербайджанцы ругаются, армяне и азербайджанцы друг друга бомбят, что угодно, но мы не видим ни одной передачи о том, что есть общего у армян и у азербайджанцев, потому что я хочу напомнить, что до 1988 года армяне жили в Азербайджане, азербайджанцы жили в Армении, и скажу вам, что достаточно неплохо сосуществовали. Вот нужно четко понимать, что когда кто-то говорит, что да нет, у нас не было никаких контактов, это как минимум ложь, потому что, и во-первых, я напомню, что в самом Ереване слушали с большим удовольствием Зейнаб Ханларову, в самом Азербайджане армяне достаточно активно сотрудничали с творческими коллегами, армяне в Азербайджане жили очень даже неплохо, никто там не голодал, и наоборот, азербайджанцы в Армении, сегодня у Грузии есть потрясающий опыт, где азербайджанцы и армяне живут в одном селе, даже очень дружно живут, например, Красное Село называется, если я не ошибаюсь, ходят друг к другу на свадьбы, вот мне просто интересно, голоса ненависти, голоса недопонимания очень много, потому что над этим работает огромное количество спецслужб, сотрудников спецслужб, агентов, телеграм-каналов, а почему никто, если так действительно хотят примирить азербайджанский и армянский народ, почему нет ни одной передачи о том, что у армян и у азербайджанцев было много и общего, а у армян и азербайджанцев есть какие-то, скажем так, светлые стороны, да, сосуществования, то есть не кажется ли вам странным и удивительным это? Ромчан, сначала армяне и азербайджанцы должны хотеть помириться. Андраник Аракелян, я вас услышал, да, а почему вы считаете, что, например, вот когда азербайджанцы заходят ко мне в страницы и начинают говорить «вы», да, меня это всегда поражает, потому что когда, условно говоря, азербайджанец или армянка начинают мне предъявлять какие-то претензии от имени, ну, как ко всему народу или отдельному армянину, это кажется странным и смешным, да, то же самое в вашей фразе странное, когда вы пишите «а хотят ли армяне и азербайджанцы помириться?» Какие армяне? Например, дашнаки не хотят мириться с азербайджанцами. А что, дашнаки чего-то хорошего желают для армянского народа? Я так не думаю, вот, что дашнаки что-то хорошего хотят для нас, вот. Я в этом сомневаюсь, вот. Скажите, пожалуйста, это Министерство обороны написало такое? Давайте проверим, Министерство обороны или вы сами написали это? Давайте проверим информацию. Мои соболезнования. Итак, в этом случае здесь возникает вопрос. Кому выгодны напряженные отношения между этими странами? Кому выгодна война? И кто заинтересован в том, чтобы азербайджанцы и армяне друг друга убивали? И постоянно были в напряжении. Вот я просто хочу задать вопрос. Ровно год тому назад, ровно год тому назад, говорилось о том, что война закончилась. Теперь начинается мир. Если миротворцы говорят, что они способны остановить войну, почему же они не останавливают войну и перестрелки? Можно узнать? Получается, что или миротворец не в силах это остановить, или миротворец этого не делает. И все. Одно из двух. Третьего варианта нет просто. То есть третьего варианта просто нет в природе. Или миротворец не в силах остановить эту войну. Тогда почему он на себя берет эту функцию миротворца, если он не в силах? Или он не хочет и таким образом держит напряжение и Пашиняна, и Армению, да, чтобы сказать, что мы слабые, что мы без России не обойдемся, мы не обойдемся без миротворцев и так далее и тому подобное. Здесь все очень-очень очевидно. Что касается теперь мнения армян России, которые я, например, вообще не беру в расчет, потому что те армяне России, которые работают в организациях, в партиях, в общинах, эти люди, соответственно, зависят от многих факторов своего проживания в России, и они не могут быть априори ни патриотами, ни на стороне Армении. Я заверяю вас в этом. Они не могут быть необъективными, и они, соответственно, не участвуют в жизни Армении. Что касается теперь предложения... Отвечайте, пожалуйста, да, можете написать, и пусть они отвечают. Это, собственно говоря, это, собственно говоря, формат, который позволяет задавать вопросы, и вы можете это делать. Поэтому в этом случае здесь, конечно, нужно четко понимать, что когда мы говорим о стравливании народов, это не пустой звук. Давайте вспомним ситуацию в Сунгаите, когда 48 часов не шли советские войска для того, чтобы разнять армян. И это неспроста, потому что тогда Советскому Союзу было очень выгодно стравить эти два народа. В самом Сунгаите, как мы знаем, большая часть это были криминальные элементы. Это не были простые жители Азербайджана. Это были криминальные элементы. Например, могли тюремщикам сказать, что вы все будете отпущены на свободу, если будете жестоко убивать армян. Все. То есть у КГБ всегда есть много инструментов, как стравить народ. То есть людям, которые сидели в тюрьме, сказали, если вы будете убивать армян, вы у вас всех отпустили на свободу. И вот они пошли сжигать армянские дома, убивать армян и так далее и тому подобное. Что я подразумеваю, думаю, что так оно и было. И вот, конечно, вот сегодня азербайджанские журналисты писали тоже в пабликах, что точно так были введены войска в Баку, и когда там были тоже погромы, то есть тогда Советский Союз хотел сделать все возможное, чтобы Азербайджан не вышел из... Артур Вартаньян. Ажи Туркин етертас. Да, Артурджан, нет. За год я один раз дал интервью азербайджанскому журналисту, который живет в Америке. И на меня началась... В принципе, на меня всегда идет травля со стороны карабахских телеграм-каналов, со стороны армян России, которые за деньги ведут свои телеграм-каналы. Но я тебе скажу, что травлю даже на меня начала инфотека, такой телеграм-канал, который, кстати говоря, является Пашиняновским. Так что вы не думайте, что только карабахский клан или армянские России, армяне России устраивают травлю на меня, да? В травле участвуют в том числе люди из Пашиняновской команды. Я понимаю, что в это, наверное, тяжело поверить, но, к сожалению, это очень горькая и отвратная правда. Лачин Мамедов, Мамишев просит эфира, но мы незнакомые, и, соответственно, друзья, я не могу незнакомых людей выдавать. Ребята, с азербайджанцами в любом случае в первую очередь должны контактировать чиновники и военные на границе и за столом дипломатии. Мы пока не слышали никаких заявлений от властей Армении или от властей Азербайджана о том, что нужно, чтобы общались интеллигенция, журналисты, обычные люди. Это должно происходить не по нашему желанию, а запланированно. Я журналист. Давайте я вас выдам в эфир. Добрый вечер, Роман. Да, добрый вечер. А вы журналист? Да, я журналист, документалист, режиссер. Просто сейчас смотрел ленту новостей. И если память не подводит, я вам во время войны, в прошлом году написал, или после войны, хотел с вами сделать интервью. И вот, значит, сегодня судьба. Вот смотрите, когда мой коллега Рубен Меграбян делает интервью с азербайджанскими журналистами, его никто никогда не критикует. Я, кстати, его очень уважаю. Когда делает с азербайджанскими журналистами наш уважаемый в Армении Рубен Меграбян, представители Карабаха или армяне России, у них нет никаких претензий к Рубену Меграбяну или к любому другому человеку. Но как только я делаю какое-то интервью, огромное количество свора провокаторов на меня набрасывается, называют предателем, потому что я всегда говорю правду, и я считаю себя человеком справедливым. И на самом деле вот эти диалоги, отсутствие этих диалогов связано не с тем, что я не желаю говорить, а именно с тем, что из любого диалога делают провокацию, и устраивают вот большую бучу, потому что мое мнение кардинально отличается от мнения людей, которые работают за деньги. А вы можете, если можно, расскажите про себя, чем вы занимаетесь, и вы живете... Про себя коротко, коротко. Ясно расскажу. Меня зовут Лачим Мамишев, я азербайджанец, живу в Швейцарии. Бывший спортсмен, служил в спецназе в Боржомых силах Азербайджана когда-то. Обязательно военную службу. В данный момент живу в Швейцарии, занимаюсь, ну, как бы говорится, документалистикой, изучаю новейшие истории Азербайджана, также всего Кавказа. И вот то, что вы говорите, я часто смотрел ваши... Вот когда встречал на Ленте новостей, смотрел ваши эфиры, в принципе, и многие ваши подходы, ваши призмы мне, вот скажу, что нравится, поскольку вы считаете, что рано или поздно надо сложить оружие, и как бы без посредника мы должны поговорить. И посредниками в обязательном порядке не должно быть Россия, потому что Россия, я всегда открыто выражаю свою позицию, Россия конкретно не заинтересована, наоборот, заинтересована, чтобы этот конфликт и в дальнейшем продолжался, чтобы армяне, азербайджанцы друг друга резали, убивали, и благодаря этому Россия присутствовала во всем Кавказе. И вот то, что вас критикуют, и узнать, как на диване, когда человек сидит, ничего не делает, на диване сидит, кого-то смотрит, в голову приходит очень много идей, а чтобы воплощать эти идеи, надо встать с дивана, пойти, встречаться с людьми, вот организовать элементарно вот такие эфиры. И я считаю, что уже силовые методы решения наших проблем между нашими народами уже, по-моему, это уже должно остаться позади. И мы должны признать взаимно права друг друга по международному праву. И мы должны стремиться к единому Кавказу. Вот это мое мнение. Не знаю, вы на сколько сайлов. Я бы хотел вас спросить. Вот скажите искренне, так же ли считают в большинстве своем ваши коллеги азербайджанские журналисты, которые живут в Баку, они так же считают, что нас стравливают и стравливали, и ваше мнение в большинстве своем разделяют ваши коллеги в Азербайджане? Не, это, как вам сказать, есть журналисты, есть дилетанты. Это не имеет значения, это профессиональный журналист или журналист с дипломом. Вообще-то я не профессиональный журналист, я всегда себя считаю, и всегда я так представился, что я не профессиональный журналист. но дело в том, что люди разные, у всех разные мнения, да, и все по-разному к этому вопросу относятся. Лично мое мнение, да, я всегда, вот, я дружу с Юрием Мечитовым, это тиблистский армянин, очень знаменитый фотограф, и почти он всю жизнь снял этого, Сергея Параджанова. Мы с ним в очень хороших отношениях, вот даже когда-то я пытался с Юрием Мечитовым снимать такой документальный фильм о нашей дружбе, и хотели мы этот фильм назвать «Дружба врагов», ну, таким символическим названием, и как бы наладить мосты миротворческие, так скажем, какую-то миссию, чтобы один армянин и азербайджанец, фотограф и журналист. И вот сценарий примерно такой был, что мы должны были начинать нашу документальную хронику из Теблиса, где мы с ним познакомились, подружились, потом мы с ним вместе едем в Карабах, и там встречаемся с этими двумя пленными, которых держали в шуше. и Юрий всячески пытался контактировать с Ереванскими, Карабахскими, но, к сожалению, не приветствовали наш этот проект. Но уже позже, год за годом, я не люблю лицемерить, может, и там многим армянам, которые сейчас меня слушают, не понравятся, потом я понял, что уже полностью убедился в том, что уже другого решения не будет, силовое, это неизбежное решение этого вопроса. И, к сожалению, я оказался прав. И так получилось, что с обеих сторон очень много людей потеряли своих сновей, кто дом свой потерял, кто, не знаю, свою судьбу потерял. Ну, война это стихия, война это интересно, когда вот сидишь на большом экране и смотришь военные фильмы. А человек, который когда-нибудь увидел, да, войну или взрыв бомбы, скажем, он, конечно, всегда будет избегать этих силовых методов. И вот насколько я понимаю, вы сторонник того, чтобы наконец-то и все это проблема решилась сразу и навсегда. Вы к этому стремитесь. А вот к большому сожалению, иногда я смотрю очень много реваншистских таких и, как сказать вам, вызовов, настроек. Я сейчас поделюсь наш эфир на моем фейсбут-профиле. Поэтому что читать? Значит, смотрите, что я вам скажу, как бы, о чем я как раз говорил до того, как вы зашли в эфир, я говорил про то, что очень часто даже вот азербайджанцы, которые заходят, например, бывает такое, что даже меня оскорбляют, что вы ответите, вы сделали так, вы сделали так. И то же самое армяне. И я говорил как раз до вашего захода в эфир про то, что нельзя целый народ считать ответственным за отдельные какие-то ситуации и обвинять весь народ в чем-то, в чем нельзя его обвинять. Это первое. Второе. То, что вы сказали о реваншистских какие-то заявления. У нас есть армяне, которые, условно говоря, сидят в России, которые не знают армянского языка или знают его с горем пополам, но это тоже не беда. Армяне, которые... И что, никто у них... В этой войне не погиб. Они вообще, никто из семей... Абсолютно. Никто не погиб. Абсолютно. Да. Абсолютно. Да. То есть у нас есть армяне в России, например, которые ни одного дня за последний год не приехали, не прожили в Армении. Вот, например, у нас была война, я весь год как армянский журналист, как блогер призывал всех армян приехать, потратить деньги в Армении. Многие наши блогеры армянские, которые целый день говорят о патриотизме, ни одного дня они в Армении не были. Наши армянские певцы и певицы, у которых 100, 200, 300 тысяч подписчиков, которые сидят, критикуют правительство Армении или дают советы, да? Вот эти армянские певцы и певицы, они ни у одного нашего певца или певицы, которые что-то говорят о войне с Азербайджаном. У них нет даже элементарного уважения к армянским солдатам. Вот я, кстати, сейчас обращаюсь ко всем армянам, которые смотрят мой эфир. Вы покажите хотя бы одну певицу или певца, звезд армянской эстрады, которые загрузили в своих страницах армянского солдата без ноги или без руки. Зато эти певцы и певицы, сидя в диаспоре, что-то говорят о армяно-азербайджанских отношениях. И, кстати говоря, часть этих певцов каждый год тусуются в Анталии, отдыхают в турецких курортах. Я об этом говорю. Вот почему меня все время некоторые армяне критикуют. А я говорю правду, что певец, который за целый год брезгует загрузить фото армянского солдата без ноги, который потерял свою ногу ради него, в том числе, ради армянского певца, который бабки зарабатывает в России, певец, который брезгует свою страницу испачкать фотографии, поймите правильно, нашего защитника, который защищает наши земли, этот певец не имеет права призывать к воинам, потому что он сам не уважает даже защитника своей страны. Как он может быть патриотом? Вот об этом я говорю. И, конечно, каждый должен понимать, что я люблю свой народ, свою родину, но когда ты любишь свой дом, и я сейчас обращаюсь к своему коллеге, когда вы любите свой дом, вы должны честно признаться, что у вас крыша течет, окно. То есть моя критика, она не для того, чтобы навредить Грузии, Азербайджану или Ирану. Моя критика касается нашей внутренней повестки для того, чтобы мы были сильнее, но не на зло Грузии, Азербайджану или Ирану, а во благо процветания нашего собственного дома, что я очень хочу жирно подчеркнуть. Понимаете? Роман, вот ваши подписчики мне тут адресовали несколько вопросов. Пожалуйста. Можно я ответить? Конечно. Значит, первый, вот сейчас я посмотрю, вот тут был такой вопрос, что считает ли ваш гость Карабах исконно армянской землей? Пустой ответ на этот вопрос, мы решим слушать его. Дальше отключить эфир. Госпожа Маргарита Беглариан, если мой ответ вас будет смущать. Сейчас можете отключить эфир. Я не считаю исторно-армянской землей. Это азербайджанская земля, признанная по международному праву. И мы сейчас не обсуждаем эти вопросы. Кому это принадлежит? Это весь мир признал, что Карабах это азербайджан. Давайте Маргарите мы ответим, что я считаю, что там тысячелетиями жили армяне, есть армянские церкви. Вы вот сказали, как сказали, но я прошу вас не отвечать на такие вопросы, иначе мы будем сейчас ругаться, спорить. Я считаю, что азербайджанские армяне, которые задают журналисты такие вопросы, они провоцируют ссору. Зачем этот вопрос задавать? Я понимаю, Роман, я только хочу сказать, что но это не отнимает право армян, которые с баком веков жили у нас в Азербайджане, это их ничего не лишает, а там у нас в Азербайджане жили армяне, и в моем родном городе, откуда я родом, я из Шримахэля. И у нас целая такая большая деревня была матраса, и у нас мы с семьями дружили с армянами, и никаких проблем не было. Пока это в 87-88 году этот комитет Карабах не создал эту проблему. Это была разработка ККБ, ККБ СССР. И очень часто, когда, например, в московских телевидениях особенно, начинает поднимать этот вопрос, сразу первым же делом с чего начинают? Сумгаиты резали, убивали армян. Погромы были. Да, эти погромы были. Но из этих госпожа и господинов никто не говорит, что одним из организаторов был армянин, который сейчас живет в Подмосковье. и всех на максимальные сроки посадили. Я извиняюсь, это путь, Роман. Нет. Эти темы надо убрать из моего эфира, потому что мы сейчас обсуждаем. Нет. Я потом хотел бы переходить на 20 января, что в Баку случилось. Да, в Баку были погромы. И Сумгаит, и бакинские погромы были организованы ККБ СССР. Этого мы должны понимать. И если мы хотим, чтобы рано заживалось, рано заживалось, чтобы все прошло, чтобы мы начали нормальную жизнь. В Европе сколько стран между собой с 50-летием воевали? А сегодня в Европе нет границ. Если мы хотим, чтобы у нас все в будущем было нормально, чтобы наши дети не погибали, чтобы мы тоже стали частью Европы, мы не должны ковыряться в этих историях, в прошлом. В Сумгаите что произошло, в Баку что произошло, или в каком-то другом городе что произошло. Мы должны смотреть на будущее. А будущее Кавказа, счастливое будущее Кавказа только без России. Если мы оторвемся от России, если мы сами свои проблемы будем решать без России, я вас уверяю, что никаких проблем между нами не останется. Это однозначно так. Вот давайте я скажу, значит, смотрите, да, вот сейчас там какие-то подписчики пишут, что им что-то не нравится. Тысячу раз были эфиры, да, где задавались эти же вопросы. Для меня непонятно, зачем снова задавать этот вопрос. Зачем задавать человеку, который азербайджанец и которого смотрят в том числе азербайджанцы вопрос, на который он ответит в любом случае так. А если спросят у меня, я всегда скажу, что да, Арцах армянский. То есть для меня вот именно подписчики удивительные. То есть зачем задавать азербайджанскому журналисту вопрос, на который он никак по-другому ответить не может. Для чего это делает армянка? Для того, чтобы скандал закатить? Вот поэтому мы не можем найти общий язык. Это касается и азербайджанцев тоже. Зачем армянину задавать вопрос, на который он должен отвечать так, чтобы это понравилось армянам? Я в этом вижу лицемерие, я в этом вижу провокацию, да, и пока есть такие армяне и армянки, которые все время хотят провоцировать, дрыгать, 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 мы не сумеем найти общий язык. В этом и проблема, понимаете? В этом и проблема. Эти люди не могут успокоиться, они все время дрыгают болезненный вопрос. Совершенно ясно, что мы 32 года друг друга убиваем, и у нас есть часть азербайджанцев и армян, которые ненавидят друг друга. Но я вам расскажу такую историю, что я сейчас общаюсь с примерно с 10 азербайджанцами, чьих братьев убили во время 44-х дневной войны. Среди них есть ребята из Гянджи, из Еблаха, и они знают, что я никогда не напишу имена, фамилии их погибших братьев. Значит, эти люди со мной начали общаться и писали, что, изначально писали, что они ненавидят всех армян. Но пообщавшись со мной, и они писали, что я единственный армянин, которому они почему-то пишут, пообщавшись со мной, они сказали, что теперь они смотрят на всё иначе. Теперь, что я хочу сказать? Люди, которые армяне и азербайджанцы потеряли своих братьев, своих отцов, эти люди уже наполнены болью, ненавистью и горечью. Соответственно, о своей боли они рассказывают своим соседям, своим родным, своим близким в Армении и Азербайджане. Эта ненависть вот так распространяется. И среди этой ненависти нет места разуму. Нету места разуму. То есть разум у нас отходит на второй план и главным локомотивом в общении между азербайджанцами и армянами получается, является ненависть. А когда так много ненависти, тот, кто говорит о мире, о добре, и тот, кто говорит просто давайте остановимся и просто посмотрим на всё это со стороны. Его называют предателем, подонком. Причём кто называет? Называют дашнаки, например, в Армении, которые за 30 лет, я не знаю, как они любят Армению, до прихода Никола Пашняна, они ни разу не задавали вопрос, а что делать с коррупцией в Армении, которая ослабляет Армению. Дашнаки, которые в Карабахе построили гидроэлектростанции и грабили там на реках, зарабатывали деньги, когда закончилась война, они побежали вместо того, чтобы снимать раненых армян, дашнаки пошли и снимали свои чёртовые гидроэлектростанции. То есть, я хочу сказать, что лично я считаю виновными в наших бедах коррупцию, коррупционеров, воровских, которые воровские понятия разводят в армии, ослабляют армянскую армию, и партии, для которых выгодна война в Карабахе. Вот дашнакам очень выгодно, чтобы азербайджанцы и армяне друг друга убивали, потому что они по всему миру бабки собирают на этом, говорят, вот мы патриотическая партия, мы должны собрать бабки у богатых армян, чтобы помочь Карабаху, Арцаху. Для дашнаков я вижу это, чтобы им выгодна война, потому что если бы наша партия дашнаки была бы заинтересована в процветании Армении, она бы до прихода Никола Пашнянок власти, она бы не потворствовала коррупции пресежи Сарксиане, Роберте Кочаряне, которые у нас были руководителями. Вот что я хотел в этой ситуации сказать. Поэтому, к сожалению, те, кто за армян и армянский народ, я их боготворю и люблю. Но у нас очень много, так же, как и в Азербайджане, людей-провокаторы, вы абсолютно правы. И, кстати, напомню вам, что в 90-х годах, когда была первая Карабахская война, у вас тоже был Сурет Гусейнов и ему подобные люди, при которых были вот эти внутренние распри, когда в Азербайджане политические силы грызли друг другу глотки. И мне кажется, это тоже ослабляло Азербайджан в какой-то мере. Разве нет? Естественно. Вы знаете, вот Сурет Гусейнов упомянули, он после того, как то, что с ним случилось, он благодаря ему Эбель Фазель тебя избежал и он был, Алиев его назначил, Гейдар Алиев его назначил премьер-министром, а год спустя уже его сняли с этой должности и посадили. И после этого, за все это время, почти 30 лет, он никакого интервью не давал, никому. И в прошлом, полтора-две года назад, наконец-то, мне удалось у него взять там интервью из четырех частей, такое расширенное интервью, и впервые он на моем канале заговорил, да, у нас тоже были такие моменты, ну, как бы страна была на пороге гражданской войны, примерно сегодняшняя Армения мне напоминает 92-ю Азербайджан. Вот то, что сейчас в Армении происходит, вот, посттравматический такой период, где-то в какой-то мере мне напоминает это. Но знаете, вот, Роман, что я хочу сказать, и мира в руках уже вот через какой-то, вот этот, больше 30 лет азербайджанцы и армяне боют. Вот, давай вот отвечай на мой вопрос, пожалуйста. Почему в России азербайджанцы дружат? Вот, до того, как я присоединился к эфиру, да, вы отмечали, что в Грузии, например, есть деревня, где они вместе на свадьбу ходят друг к другу. Ну как одна большая семья живут, а вот когда уже речь тела касается наших самих стран, Армения и Азербайджан, в Армении жили несколько сотни тысяч азербайджанцев и в Азербайджане тоже там и правильно, да? Ведь мы же жили вместе, никаких проблем между нами не было. И вдруг 87-й год, 88-й год и 90-й год, начало Первой Карабахской войны. Вот почему сейчас в России есть азербайджанцы и армяне, которые компанированы? Вместе у них бизнес, вместе пьют водку, коньяк. Абсолютно. А вот как только армяне приезжают в Армению, азербайджанцы приезжают в Азербайджан и все, уже они враги, друг на друга смотрят как на врагов. А вот в этом и есть лицемерие. Вот смотрите, например, у нас в России в Ставропольском крае есть город Пятигорск, где есть большой рынок Людмила, и там большое количество азербайджанцев работает и армян. Они работают по соседству, они работают в одном ряду, они вместе кушают и пьют, они ходят друг к другу в гости, они ходят друг к другу в гости на свадьбы. В Москве большое количество азербайджанских банкетных комплексов, и в этом году все пятницы и субботы в азербайджанских комплексах заняли армяне. Я не говорю, что это плохо, потому что я тоже веду и вел частные мероприятия до начала войны в том числе, и армяне большую часть своих концертов и мероприятий частных проводят в азербайджанских банкетных комплексах. Для меня это тоже противоречие, потому что когда азербайджанский менеджер, азербайджанский официант кихикает с армянской клиенткой или армянским клиентам, или когда армянин хихикает с азербайджанским официантом и говорит принесите мне в армуды стакан чай и через минуту пишет в интернете, что всех азербайджанцев надо резать и убивать, я понимаю, что это противоречие, да? Когда грузинские армяне, а я очень хорошо знаю, что грузинские армяне очень любят отдыхать на турецких курортах, да, и при этом призывают к войне с Турцией, для меня это тоже странно. Я не говорю, правильно это, неправильно, я говорю, что это противоречие. Но этот вопрос, скорее, знаете, нужно адресовать этим армянам, потому что у меня есть, например, дальние родственники армяне, которые каждый год, это армяне России, это мои родственники, я далеко не иду, едут в Турцию, в Бодрум, тратят 100 тысяч российских рублей, вот я сейчас с ними не общаюсь, с этими дальними родственниками, они ненавидят Никола Пашняна, нашего премьер-министра, но при этом они каждый год едут 100 тысяч рублей, тратят в Бодруме, пять звезд берут. В течение года они почему-то не хотят ни копейки тратить в Армении, они отдыхают только на турецких курортах, при этом говорят, что Пашнян слабый, он должен убить азербайджанцев и захватить Карабах. И я здесь задаю вопрос армянам, которые смотрят и этот эфир, так если вы все отдыхаете, едете и отдыхаете в Бодруме или в Анталии, свои деньги не тратите на армянских курортах, как же вы хотите видеть сильным Армению и армянского премьер-министра? Это тоже противоречие, но я еще раз повторюсь, мы не можем говорить за других, я могу говорить только за себя. Пусть они отдыхают на каких курортах хотят, только пусть они не противоречат себе, я так хочу сказать. Просто не надо призывать к войне, если вы одеваете турецкую одежду, сидите в азербайджанском ресторане, отдыхаете в турецком курорте, не пишите ничего, не призывайте к войне. Скажите, мы отдыхаем где хотим, мы живем в диаспоре, я так думаю. Вот, знаете, Роман, я всегда, вот когда у нас кавказские застолья, когда из разных кавказских стран, у меня очень много друзей в Грузии, я всегда говорю, что, ребята, знаете, что у каждого кавказца, у кавказских народностей есть свои тараканы в голове. Например, спроси грузинского там, уропатриота-националиста, ну, слишком, который переборщили, да? Он тебе поднимет тост и стихи будет читать от синопа до эрдобиля сакарствело мая. Спроси армянского такого, ну, только, который только считает, что это, ну, все националисты почему-то считают, что они высшая раса, все националисты. Арменин скажет, что Великая Армения от моря до моря, и азербайджанские националисты тоже это самое, скажут, что Великий Туран, в общем. А вот я считаю, что мы, это для нас всех, это как бы опасная такая тенденция, которая в итоге заканчивается Карабахской войной, заканчивается Абхазией, Южной Осетии, расчленением всего Кавказа. А вот представьте на момент, если бы не было бы Карабахского конфликта между Азербайджаном и Арменией, если это два народа не воевали между собой, если бы не было бы Абхазии, если бы не было Южной Осетии, никаких разногласий между кавказскими народностями не было бы, действовали бы скоординированно против империи зла, против России. Какова сейчас была бы картинка на Кавказе? Вот на минутку представьте это. Как было бы? И намного лучше было бы, чем... Вы, да, пойду с данной моментой перепровезли. Правильно? Ну, что же нам мешает, чтобы мы не стоялись к этому? Вот послушайте, давайте я скажу искренне, да? Вот я человек, который жил в Степанакерте под бомбами, да? И я пережил ужасы всей войны. Я объясню вам, что мешает. Сегодня азербайджанское общество знает только одну сторону медали. А разве азербайджанское общество... Вот я что-то не помню, чтобы на азербайджанских сайтах или не азербайджанских телеканалах говорили о том, что азербайджанская сторона принесла тоже очень много боли армянам. Вы понимаете, когда молодой азербайджанский парень думает, что он слушает только проход жалые истории, он слушает, какие армяне плохие, когда азербайджанский парень или девушка, живущая в Азербайджане, слышит из уст азербайджанских ведущих, телеведущих, только критику в адрес армян, как они должны думать о армянах? Только плохое, правильно? Я, например, вам скажу честно говорю, на армянских каналах нет никакой агитации ненависти к Азербайджану. Вот во всяком случае, при Пашиняне такого просто нет априори. Я такого не слышал. Я сейчас говорю о государственных СМИ, понимаете? А знают ли азербайджанцы... Вот, например, они говорят, что мы слушаем рогу Багасаряна. Вот давайте я доскажу. Давайте я доскажу. Вот ваши азербайджанцы меня слушают, и вы даже говорите, что вы меня слышали. Вот я человек, который пережил все ужасы войны, и вы, как азербайджанец, и те азербайджанцы, которые меня смотрят, может быть, они от меня узнают, что такие ужасные артиллерийские удары, которые наносила азербайджанская армия, поверьте, такого даже в аду не было. И эти удары, уверяю вас, наносились по женщинам, по детям, по моему дому, по нашим домам. Я не говорю, что вы в этом виноваты. Я не обвиняю ваших людей. Но я говорю, что это было. То есть в Первой Карабахской войне, уверяю вас, били прямо по мирным домам, и погибали дети и женщины. Кто давал приказ, мы не знаем. Но это было. Но в азербайджанском обществе об этом не знают. Понимаете? Это большая проблема. Если сегодня азербайджанец, рядовой азербайджанец, узнает, что мы две стороны наломали дров, то есть две стороны, то нам легче будет искать компромиссы. А когда азербайджанцы все время говорят, что азербайджанцы святые, а армяне клакеют, как же найти путь? Роман, знаете как? Я как человек немножко военный, но не совсем военный. Вот взвод, допустим, поставили задачу взять какой-то пост или какой-то там, не знаю, оплот противника. Поставленную задачу любой ценой надо выполнить. Понимаешь? А если на то пошло, во время Второй Карабахской войны, насколько я знаю, азербайджанская сторона не ударила по мирным. А вот Берда, Евлах, Тертер, все это прямо, даже одна редактор какого-то армянского СМИ, Дама, пишет, что надо сначала первой ракетой ударить, потом, когда же люди собираются, минут через 10-20, еще раз надо вторую ударить, чтобы все остальные погибли. Война — это такая вещь, что там уже эмоции, там уже все. Эмоции невозможно контролировать. И неизвестно, чем это будет закончиться. Даже сегодня есть в Армении те люди, которые говорят, что мы должны начинать Третью Карабахскую войну. Фактически, вот и военные эксперты армянские сам утверждают, что уже армянская армия полностью разгромлена. Но опять же, не надо же своих солдат посадить на это российские хламы, отправлять в Азербайджан, и чтобы снова байрактары, хоропы работали по ним. Это намного вреда принесет Армении, чем Азербайджану. Опять-таки, я возвращаюсь к главной теме. Сегодня, да, вот, если один армянин, там, скажем, дает интервью азербайджанскому журналисту, в Армении против него начинается большая травля. Вот, предатель, или не знаю что. Или если азербайджанский, например, активист, или какой-то политик, какой-то эксперт, дает интервью армянскому, и в Азербайджане то такие же моменты бывают, что ему говорят, что вот, видишь в армянской телевидении, а вот то, что вы говорили, да, государственное телевидение ведет травлю. Я вас уверяю, что в Азербайджане вот эти телевидения можно сказать, что никто не смотрит. Какой-то категории людей, кому официальные новости, там, необходимы, они смотрят. А, и вот я видел одна армянка, из, по-моему, она в Европе, в Википедии, по-моему, она, в общем, или какой-то глобальной, в общем, сети работает. Ее твит там, гуляла по интернету, она написала такое, что каждый год во время праздника Новрус азербайджанцы резали армян. Как будто жертву переносили. Это же абсурд. Если случилось бы такое, вот есть такие люди, да, к большому сожалению, травят, и они думают, что они какой-то лоббируют армян по всему миру. И уже больше ни азербайджанцев, ни армян лоббировать, в этом нет никакой необходимости, потому что вот Первая Карабахская война, во время Первой Карабахской войны не было таких интернет-ресурсов, чтобы весь мир узнал, что происходит. А вот во время Второй Карабахской войны уже весь мир автоматически, автоматически уже увидели, что происходит и где, что, как. Так что нам не надо искать вопросы, решения своих вопросов в Европе, в Америке, в Вашингтоне, в Москве. Нам, нам, еще раз я говорю, вот сейчас этого Пашиньяна объявляют, что он турок, его оскорбляют, что он турок, турок, таким образом его оскорбляют. Пашиньян, я, насколько я уже, ну, следя за его действиями, он всячески хочет оторвать Армению от России. А у Кавказа самое слабое звено Армении. Если Армения оторвется от России, тогда уже все будет в ажуре. Мы между собой решим свои проблемы. И нам, что остается, заключить мирный договор, взаимно признать территориальную целостность и все. Дальше продолжать жить. И тут смотрю многие... Через две минуты я там в эфир Эдвина, да, Эдвин Джан, через две минуты я тебе дам эфир. Пожалуйста, продолжайте, продолжайте. Вот, я некоторых увидел комментаторов, что пишут, что без Турции. Вот, я хочу, чтобы все граждане Армении знали, что Турция вам больше нужен, армянам нужен, чем Азербайджану. Потому что если у Армении с Турцией наладятся нормальные соседские экономические отношения, это будет принести Армении большую пользу, чем Азербайджану. А если уже взаимоотношения между Азербайджаном, Арменией, Арменией с Турцией, уже все конфликты уйдут на второй план, это будет прекрасно для всего региона. Я вас понял, сейчас мы выдадим эфир другого нашего блогера, я сейчас с вами попрощаюсь, но прежде если можно, я добавлю к сказанному вами. Вот смотрите, наш сегодняшний эфир, он так и называется, предложение Грузии, чтобы армяне, азербайджанцы и грузины сели за стол и без Турции, без России, без Америки решили все вопросы. Я со своей стороны скажу, что мои опросы в телеграм-канале и в инстаграме показали, что половина армян за, половина против. Могу со своей стороны сказать, что я например за это, за то, чтобы грузины, азербайджанцы и армяне сели за стол и попытались без Турции, без России, без Америки поговорить. Я считаю, что это не навредит, это навредить никак не может. Это или поможет, или не поможет, но это не навредит, я в этом уверен на миллион процентов. Тем более, что грузины на самом деле. Я лично рад буду к этому, что без никаких посредников. Кавказские народы сами сядут за стол переговоров, трехсторонные, пускай Грузия там будет в качестве модератора. И без России, и без Турции, да. Давайте попробуем. Думай, что получится. Ну, да, я просто еще раз хочу сказать, друзья, пожалуйста, давайте просто слушать людей. Вот если кто-то пишет, он прав, он провокатор, он хитрый, про меня азербайджанцы столько плохого тоже иногда пишут. Вот я сижу и просто иногда удивляюсь, как азербайджанцы. Я принц ты. Роман, знаешь, мы с тобой как разумные люди друг друга понимаем, а вот то, что там публика пишет, и как бы меня не обзывали провокатором или не знаю кем, я им только одно скажу, что дай Бог вам всем здоровья, рано или поздно вы поймете, что, ребята, дров это самое последнее решение всех вопросов, и мы достаточно дров наломали и достаточно кровь пролита. А вот когда у человека в семье ему родной человек погибает на фронте, вот он тогда понимает стихия всей войны. Вот мой друг детства, который на несколько лет старше нас был, отец его работал, я это скажу и все закончим, отец его работал водителем автобуса из простой семьи был из Абалат. Значит, когда он погиб на войне, на первой Карабахской войне, через 10 дней его мать покончила жизнь самосожжения, а через месяц отец скончался, и четверо или пятеро детей у них сиротой остались. Вот спроси у этих сирот, они тебя обидят, а вот люди, у которых погиб, живут в Америке, в России, зарабатывают деньги, иногда, не знаю, 50-100 долларов отправляют этот фонд помощи армянам, и сидят там, печатают, ара, мы создадим великую Армению, или не знаю, этих турков всем надо убивать, они нет, они враги армянского, вы должны это знать. еще, Роман, спасибо за то, Это беседа была правильной, да. Да, и если вы примете, я вас приглашаю на свой канал, мы можем обсудить в более таком расширенном формате, по зуму можем подключиться, и думаю, что мы когда должны наращивать такие диалоги, должны очень часто и увеличить, как бы, скажем, адекватных армян, адекватных азербайджанцев организовать такое. У меня есть такая рубрика «Капказский акцент», ради Бога. Обязательно, мы обязательно об этом поговорим, я хочу сказать, что сейчас Грузия предложила, чтобы Азербайджан, Армения и Грузия вместе начали контактировать, я пока не слышу ответа от Никола Пашиняна, и мы сейчас как раз ждем реакции властей Армении официальной, и, конечно, я считаю, что мое мнение, что грузины, азербайджанцы и армяне должны долго, кропотливо сидеть, но попытаться там, где возможно, найти точки соприкосновения, потому что мы живем на одной земле, нас, ну, никто не будет, ничего, сердце не будет болеть за Кавкази, те, кто живут в Тюмени, или те, кто живут в Аризоне, им нет никакого дела на самом деле до нас, и очень больно, и, честно говоря, грустно, что азербайджанцы, армяне и грузины, три закавказских народа, живут в ситуации, где мы видим сколько игроков, великих так называемых стран, и Турция, и Россия, и европейские страны, Иран, у каждого свои интересы, и, судя по всему, всем плевать на интересы маленьких стран. Я вас сейчас прерываю и далее попытаюсь подсоединить нашего блогера. Спасибо, Роман, еще раз спасибо, еще раз я что скажу, вот моя личная мечта, чтобы, я живу в Швейцарии, здесь четыре государственных официальных языков, тут кому-то, у кого-то спросить, какой-то национальность, это очень примитивно, знаешь, как-то примитивно много человек воспринимает. Я хочу, чтобы будущее Кавказа было примерно, не именно, как швейцарская конфедерация, об этом мечтал Альмардан Бекток-Чубашев, в своих парижских архивах он написал, об этом мечтали герои Кавказа Джохар Дудай, этот Звергам Сатурдия, вместе с Абельфазир Чебаям они в 92-м году подписали Камнике, создали Кавказский дом, где угодно мы можем договориться, решить свои вопросы, только не в Москве, только без этой сатанистов. Я не хочу, чтобы на Кавказе присутствовали российские солдаты. Российский солдат миропритворец, не миропритворец, миропритворец, миропритворец. Где российский солдат, там смерть, там противостояние, там война. Вот мое мнение. Огромное спасибо. Надеюсь, что продолжим наше общение в будущем. Хорошо. 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 Обязательно. Обязательно продолжим. Значит, Эдвин, скажи, пожалуйста, Аган, Адубри, Эдвин Джан, я сейчас попытаюсь тебя выдать в эфир. Эдвин, давайте посмотрим, где Эдвин. Ребят, вот что я хочу. Бан, Мартин Джан, Мят Гри, Мят Хост Гри, напиши что-нибудь, какое-нибудь слово. Эдвин Джан, напиши просто слово «Привет». Ты сейчас мне дал запрос, да, в эфир, и я сейчас выдаю в эфир армянского блогера из Европы Эдвин. Если можно, напиши слово «Привет», и я тебя выдам в эфир. Звук отлично, а что у вас звука нет? Барет, хорошо. Все. Сейчас мы… я хочу обратиться к моим подписчикам, что, ребят, самое легкое, самое легкое… звук слышим или нет? Нормальный звук? Ну вот, что ты тесная. «Посы…» что он сейчас ты можешь описать, что ты читаешь, чтобы читать. Кoi ты читаешь, не читаешь. Понимаю, Который звук, когда ты читаешь, Друзья, самое лёгкое, самое лёгкое кого-то оскорблять, самое лёгкое на кого-то орать, самое лёгкое кого-то проклинать, да? И мы видим, что 32 года мы слышим обвинения, проклятия, да? Ненависть. А вот попытаться просто спокойно кого-то послушать, это намного сложнее, чем орать, проклинать и кричать, да? Поэтому на самом деле наступил момент, когда нужно, чтобы кто-то сказал, что «ребята, давайте просто послушаем, что говорит другая сторона, просто послушаем». Пусть даже мы не согласны с этим, или, может быть, не согласны, но давайте просто послушаем, чтобы понять, что говорит другая сторона. Сейчас у меня в эфире Эдвин Мартиросян из Европы, он очень патриотичный парень. Опять пишут неслышно. Теперь да, хорошо. Эдвин Ян, я рад тебя видеть в нашем эфире. Я рад, что ты согласился поговорить с нашими подписчиками. Я еще раз напомню, что Эдвин очень много делает хорошей работы для Армении. Он патриот, он очень уравновешенный. Я, например, завидую Эдвину, потому что, я думаю, что Эдвин, я думаю, что это очень эмоциональная сторона, но ты всегда уравновешенный. И в этом плане я тебе даже по-хорошему завидую. Как твое настроение, несмотря на инциденты на армянно-азербайджанской границе, только раз, а я вам по-тасскому? И в компании чего? Что я PGд я, скорее всего, нагрую borрисы и опросы. Субтитры делал DimaTorzok Я думаю, что вы бы потеряете граждан tomar противника, she в contaminant Two-маха в течении, наоборот. Вот такой момент, очень сложно это сделать, потому что вы бы очень много anyone для тех кто-нибудь в одном из мировых специ Anh связан奇стики, очень нравятся, что у вас хорошо и так далее. Я очень рад, с помощью конца Мутенурум Анжану И вот здесь я думаю, что вы знаете, что в своем случае, это не то, что я не могу. В последнее время мы ждем, что мы все вместе с темишествуем, что мы теряем, что мы с ним очень, что мы не сможем. Когда мы начнем с ним, мы все время рассмотрим, что мы с ним не будем, что мы не будем. Мы не будем. Это не так, что мы будем. и так далее. Я не знаю, что я не знаю, что я не знаю. а и и Я весьлект онлайн и я рассказывал в книге, что это не так, что ты как нецел, но когда ты начнешь азнировать, ты в этом нечего азнировать? Затем ты как же начинаем, когда ты в этом доме ищешь? Иначе ты относишься, минусую. Но вот эта часть нечего, ты думаешь, что ты у кого-то eigenlijk нечего. и есть Рамен говорит, что они пропадают, куда они приезжают, и экзербайджанск, и они что-либо и его супруга. И кто-то понимает, что мы проиграли, даже мы поделимся об этом, мы подумаем, что это не заставка, ИНТЕРНАЧИОНАЛЬНАЯ МУЗЫКА 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 А сегодня я хочу сказать, что эти провокаторы армяне из Карабаха, из России, из оппозиции, они всё время думают, как бы настроить кого-то против меня. И вот такие диалоги на самом деле очень сложные, потому что во время таких разговоров с азербайджанцами, например, то, что они ищут, они ищут свою зерну, то есть иначе 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 иначе. ИНТЕРНАЧИОНАЛЬНАЯ МУЗЫКА ИНТЕРНАЛЬНАЯ 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 МУЗЫКА ИНТЕРЛЬНАЯ МУЗЫКА ИНТЕРЛЬНАЯ МУЗЫКА ИНТЕРНАЛЬНАЯ МУЗЫКА ИНТЕРНАЛЬНАЯ МУЗЫКА ИНТЕРНАЛЬНАЯ МУЗЫКА ИНТЕРНАЛЬНАЯ МУЗЫКА ИНТЕРНАЛЬНАЯ МУЗЫКА ИНТЕРНАЛЬНАЯ МУЗЫКА ИНТЕРЛЬНАЯ МУЗЫКА ИНТЕРЛЬНАЯ МУЗЫКА ИНТЕРЛЬ ИНТЕРМ ИНТЕРМ ИНТЕР ИНТЕРЛЬ 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 ИНТЕР ИНТЕРЛЬ 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 ИНТЕРл ИНТЕРЛЬ ИНТЕРЛЬ связь с ним. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует... то есть почему я не должен критиковать как можно было бред секретарем министра обороны который не может говорить перед камерой платить ему зарплату мне интересно почему это министерство обороны но для себя Representать меня в этом смысле мы не знаем деда, а я не знаю деда, что мне не нужно я думаю все, что все, что они не понимают Это очень важно. Мы говорим, что он должен вернуться к этому вопросу. Но, как можно председателировать, чтобы вы начали, чтобы вы были в Север-Анбеча, вы должны были в момент, как вы должны вернуться, потому что, это нормально... Неужели ли вы, что ты должен говорить, что Россия будет в этом месте, или в этом месте, что она отправит в камеру, которая было в этом месте? Это не так. У Романиа, я так же понял, что я иду в Ташиниан, но он сказал, что я пытался вопрос, но к нему было такое распространение обороны, и мы его нашли, когда они приходят, а то мы его и нашли зашел. Только в это время и не было, они тачкались и находились, и они ухвалятся... Я думаю, что нашел и incremental уже бы везде, но кто бы на самом деле смешал вкуса, —si мне кажется, что ты пишешь, — что я не говорю, — «А я думаю, что ты не сможешь. Я говорил, что это картины очень швы, но для чего ты не рассказываешь. Покатируем в минутку, когда она говорит, что у людей была в какую-то время, когда они ответят вам, он говорит, что у людей была первая. В inning-то время придет обратно, мы смотрим, и они без исталации, кто-то к раке, земные системы телят в 1-2 дождь, но не берет вам так основа в какую-то, что вроде заболирует, а мы нужен запонар. Два патеразма не постигает в патеразме, а только для того, что он признает, как для этого, в том случае, надо выяснить, чтобы ступорки, и не так, чтобы они смогли повседение. Без патеразма не постигает, чтобы ступорка, но для того, чтобы ступорки, Проверяем, что с нету, это что вы так видите, что меняет отcriпевку, который если вам не будет мир, то, что что у них необходимо, кто-то уникальный ребенок, что ребенок это сложно. Бумя его, их собирает. Другая жена уезжает, что бежанок это не способен. Я вас уже не верю и не верю, которые на фоне, но у них есть. Ты мне ищите на телефон, что вы хотите вернуться на фону. Я думаю, что в моменте я знаю, какой мужик она можетрутить себе, какие-то, по-другому, у меня же, если ты знаешь, Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Америка 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 Почему я рассказываю? Это его психология, свинская психология армянина или армянки, у которого дорогая машина, и которая себе позволяет на улице Арами, позволяет себе поставить машину так, что три парковочных места он закрывает. Ты думаешь, Эдвин, вот этот армянин, который плевать хотел на соседние парковочные места, ты думаешь, он может хорошо воевать на посту? Вот как он не уважает других армян в Ереване, в Абове, а не в Раждане, когда он как хочет паркует машину? Точно так этот армянин себя ведёт на посту. Поэтому, когда мы слышим, что на посту происходят проблемы, ты посмотри, как они на дорогах. Ты понимаешь, любить, это очень нелегко, но любить других людей просто потому, что мы люди. Это тоже большая работа. Я говорю, что это не так? Вы можете спросить, что я хочу сказать, что я хочу сказать, что я хочу сказать, что я хочу сказать. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Дорогие друзья, наш эфир уже длится почти два часа. Я буду Эдвина приглашать часто, у нас уже есть эта возможность. Еще раз хочу напомнить, что Грузия обратилась с предложением, чтобы Армения, Азербайджан и Грузия вместе решали вопросы. Мы видим ситуацию достаточно сложная, но моя позиция такая, что нужно искать какие-то форматы прямого общения. Я в это верю, потому что это никак не может навредить, или это может быть бесполезным, или это может помочь. Поэтому прямые форматы на уровне Закавказья, они нужны. Мы никуда не денемся. Азербайджанцы, армяне и грузины. В Грузии живет 4,5 миллиона грузин. В Азербайджане живет 6,7 или 8 миллионов человек. В Армении живет 2,5-3 миллиона человек. Мы не сумеем друг друга убить, уничтожить. Нам надо будет жить еще много-много тысяч лет на этой земле. И я искренне верю, что надо через все проблемы пройти, но попытаться о чем-то договориться напрямую. Давайте подождем, посмотрим, как на это отреагирует Азербайджан, Армения. Пока нет официальной информации. Но, Эдмир, тебе большое спасибо. На следующей неделе я тебя снова жду в эфире. И также мы можем завтра с тобой в Инстаграме сделать эфир, потому что в Инстаграме у меня другие подписчики. И там я почти не делаю эфиры. Если у тебя завтра будет возможность, ты мне напиши, завтра мы там сделаем прямой эфир. Хорошо. Хорошо. Пожалуйста, давайте настроимся на то, чтобы искать диалог.